Севастополь давно стали меккой скалолазания. Этим никого не удивишь. В Севастопольском регионе замечательные скалы в районе Батальмана, Ласпи, Мысо-Сарыча, Мысо-Айя, в районе скалы Парус. Но вот ветераны скалолазания потянулись в закрытые помещения на искусственные стенды. В этом году встреча ветеранов скалолазания Украины состоится на базе спорткомплекса Севастопольского национального технического университета. У нас в гостях организатор этих соревнований Игорь Кириллович Кавер. Итак, инициатива проведения ветеранских соревнований в Севастополе. Инициатива рождена Советом ветеранов Национальной федерации альпинизма и скалолазания Украины во главе с профессором Василенко Юрием Васильевичем, киевляниным. Но это, так сказать, инициатор сегодняшнего дня. Сегодня ежегодно проводится шесть спортивных состязаний среди ветеранов. В течение года это здорово. А начало подано было в свое время мастером спорта по скалолазанию Валентиной Куршаковой. И впервые, это Днепропетровск, впервые проходили соревнования там на стенде зимой. Вот в это время. Но времена меняются, и тренажер, этот стенд ушел от из-под власти альпинистов и скалолазов. И севастопольцы предложили всей Украине и России поучаствовать у нас. Формат соревнований. Формат соревнований будет в виде фестиваля. Фестивальный регламент позволяет, дает больше свободы выбора, больше возможности оценить собственные силы и устремления у каждого участника, поскольку предлагается 10 трасс по возрастающей степени сложности, которые оценены определенными баллами. Часть маршрута, какая-то середина или третья часть определяет бонус. То есть человек может, участник может обеспечить себе в любом случае хотя бы элементарные достижения, элементарные бонусы завоевать и тем самым получить удовлетворение. В Севастополь на такие соревнования приезжают люди из практически всех регионов Украины, где культируется скалолазание, из России. А как сами севастопольцы будут ли участвовать в этих соревнованиях? Да, мы предпринимаем все усилия для того, чтобы реанимировать тех, кто немножечко позволил себе отойти от активного скалолазания. И тем не менее, человек 10, участников 10, это достаточно солидно для нашей команды. Возрастные рамки для ветеранов ограничиваются от какого возраста? Ограничений возрастных нет, естественно. То есть можно в 25 лет почувствовать себя ветераном и выйти на эти соревнования? А, нет, ограничения по верху, я думал. А с молодости это 40 лет в скалолазание и от 50 лет в части альпинистских соревнований среди ветеранов. Опыт севастопольских соревнований ветеранов, которые проводятся с 1992 года, тогда еще по инициативе Михаила Воробьева, известного тренера, альпинистца, скалолаза, барда. Да, светлая ему память. Да, такие соревнования вообще можно было бы назвать там памятью Михаила Воробьева, но люди помнят о нем и формальные названия роли в данном случае играют. Да, ему посвящены стройки в нашем альманахе, который тоже посвящен этому, нашим скалам, нашим горам и нашим людям. На наших севастопольских соревнованиях всегда присутствует и молодежь, то есть преемственность поколений такова, что рядом с ветеранами стартуют ребята там 20, 30, 40 лет, те, которые еще даже говорят, а мы еще не ветераны, нас за счет не надо записывать. Но потом проходит год, другой, как видите, прошло уже 21 год, 20 лет с первого старта, и они уже занимают законное место в этом ветеранском движении. Вот несколько слов о преемственности поколений. Мы приглашаем молодежь в спорткомплекс Севенту? Да, сегодня там исключительно, но очень много молодежи. И студенческой, и учащейся молодежи, и работающей молодежи, которые находят и общение в этом кругу, и свои амбиции удовлетворяют. В какой день, дата, когда будет проводиться соревнование, будет ли это в один день или это растянуто на сроках? Да, соревнование планируется на один день для того, чтобы сократить расходы приезжих с Украины и России. На 18, на субботу, 18 февраля. Допуск зрителей в зал болельщиков свободен? Да, я думаю, да. Сколько вы ожидаете участников для этих соревнований? Мы рассчитываем на 40 человек. Старт из 10 часов, окончание в 15, в 16 подведение итогов, и в 17 практически уже разъезд. В 2011 году спортивный сезон для ветеранов севастопольского скалолазания был достаточно плодотворным. Медали, кубки, дипломы, грамоты. Немножко о результатах. Результаты мы сумели показать прежде всего на международных соревнованиях скалолазов, ветеранов. Прежде они назывались чемпионат ветеранов альпинизма и скалолазания СССР. И это было оправдано, поскольку допускались только участники соревнований, определенные победители того периода. Сегодня их круг сужается, и тем не менее на эти соревнования допускаются люди только от 50 лет. Это все проходит на естественном рельефе, на скалах Сокола, горы Сокол и прибрежных скал Судака. Там мы завоевали, хорошо, все в старшей возрастной группе первые два места, золото и серебро. Юрий Дмитриевич Павлов и Витольд Петрович Нестеров, наши главные аксакалы, которые и сегодня в строю, и сегодня мы рассчитываем на то, что они будут участвовать. Мне удалось занять второе место и самой молодой нашей группе в составе Рунов, Генюш. Они сразу за призерами, но первое место золото в выступлении связок и восхождениях. Но принимали ветераны участие в соревнованиях по альпинизму? — Международное это было скалолазание только в Судаке, а следом за ним, и тут же и связки проходили по старой нашей схеме, донбайские связки, поэтому в связках они заняли прекрасное место. А следом это действие переходило в чемпионат Украины среди ветеранов на естественном рельефе, то есть по альпинизму. — Результат? — Результат у меня с Андреем Левиным второе место, серебро, и у Генюша с Верном первое. — Это отличный результат. Я надеюсь, что в этом году можно будет сделать дубль и даже пополнить немножко коллекцию золотыми медалями, улучшить пробу наших медалей. — Хотелось бы. — Спасибо за субтитры Алексею Дубль. — Спасибо за субтитры Алексею Дубль. — Субтитры Алексею Дубль.